Вот уже несколько лет я готовлю белёвскую пастилу. Если вы ещё не готовили, то очень рекомендую, совсем несложно. Для этого рецепта лучше подойдёт Антоновка. Но из кислых, немного недозрелых яблок, как у меня, тоже получится. Разрезаю яблоки пополам и вынимаю сердцевину. Выкладываю яблоки на противень и буду запекать в духовке. До 180 градусов примерно 20 минут. Время зависит от размера и от сорта яблок. Запечённые, уже остывшие яблоки перекладываю в миску. Измельчаю яблоки по гружим вредером до однородной массы. И теперь протираю через сито, чтобы получилось нежное, густое пюре. Можно, конечно, не протирать через сито, но результат будет хуже. Готового яблочного пюре обычно получается чуть больше килограммов. Перекладываю пюре в глубокую миску, в которую буду взбивать. Конечно, это быстрее и проще сделать с помощью планетарного миксера. Но я вам покажу, как можно приготовить пастилу с помощью обычного блендера. Взбиваю пюре минут 10. Оно должно увеличиться в объёме и стать ещё более густым. И теперь по одному добавлю яичный белок. Белки беру за расчёт 1 белок на 500 грамм пюре. И продолжаю взбивать до однородной пышной массы. Постепенно добавляя сахар, сахар беру за расчёт 200 грамм сахара на 500 грамм пюре. Взбиваю до устойчивых пиков и полного растворения сахара. Посмотрите, как масса увеличилась в объёме и побелела. Перекладываю от общего количества 5-6 столовых ложек. Выбираю в холодильник, она понадобится позже. Подоль немного смазываю растительным маслом и выкладываю половину массы. Распределяю. И также оставшую массу отправляю на второй подоль. И равноверно распределяю лопаткой. Сушить буду при температуре 60 градусов 8 часов. Я обычно его на ночь включаю. Пастила готова, она уже не липнет к рукам. И при этом мягкая, воздушная, эластичная. И очень легко разрезается. Вот так она выглядит внутри. Также разрезаю вторую листью пастилы. Достаю из холодильника оставшуюся массу. Она совсем не осела и отлично сохранила свою форму. И теперь промазываю первый слой. Сверху кладу вторую листью пастилы. И так собираю все слои. Снова кладу на пластиковую пропинь и убираю в дегидратор еще на 1,5-2 часа. Пастила готова. Она прекрасно режется. Пастила очень вкусная, воздушная, ароматная, кисло-сладенькая. И даже вкуснее магазина пастилы. Хранить ее можно в пергаменте в сухом месте. Продолжение следует...